Привет! В этом видео я расскажу о том, как простая прогулка на электросамокате может обернуться расходами в более чем 100 тысяч гривен и уголовной ответственностью. В последние годы электросамокаты становятся все более и более популярными. При этом мы к ним относимся легкомысленно, как к некой игрушке, забаве, развлечению, но не относимся к этому как к чему-то более-менее серьезному. Но, друзья, обращаю ваше внимание на то, что на сегодняшний день есть электросамокаты, которые развивают скорость 50, 60, 70, 80 км в час. И для управления этими электросамокатами не нужно получать водительские права. И вы сейчас смеетесь, мол, стоп, какие водительские права, о чем ты говоришь, это же всего лишь электросамокат. Безусловно, да. Но, обратите внимание, скорость, разрешенная для автомобиля в городе, составляет 50 км в час. А на электросамокате без прав ты можешь летать по тротуарам 50, 70, 80 и более км в час. И когда мы говорим с вами о каких-то негативных последствиях использования транспортных средств, мы понимаем, что там главным моментом будет являться скорость. И вот недавно произошла показательная история. И эта история оставила свой след в реестре судебных решений. Ссылочку на обвинительный приговор я оставлю в описании. Вы сможете пройти по ней и ознакомиться с приговором более подробно. Что произошло? Человек ехал по тротуару на самокате. Если мы посмотрим приговор и посмотрим, какая же модель этого самоката, и найдем описание этого самоката, то это не самый мощный электросамокат. Он развивает скорость максимальную лишь в 25 км в час. И вот человек едет по тротуару, ненароком цепляет локтем другого человека, и они оба падают. Что происходит дальше? Они встают, человеку, в которого врезались, помогают встать, и женщина уходит домой. Но потом выясняется, что на самом деле у нее был перелом шейки бедра. Я думаю, все знают, насколько это сложный перелом, насколько сложное восстановление после этого перелома. Более того, в этой ситуации человеку даже поставили новый сустав, искусственный сустав. Что, как мы понимаем, не очень приятная процедура, после которой ты на несколько месяцев выпадаешь из жизни, тебе нужно лечиться, нужно восстанавливаться, и ты не можешь работать. Кто же должен возмещать ущерб этому человеку? Кто должен возмещать ущерб потерпевшему? Естественно, тот, кто управлял электросамокатом. Именно так посчитал суд. Суд в своем приговоре решил, что электросамокат это транспортное средство. И, соответственно, водитель этого транспортного средства должен управлять им в соответствии с правилами дорожного движения. А в правилах дорожного движения указано, что на транспортных средствах движение по тротуару запрещено. Ну и, соответственно, поскольку она ехала на транспортном средстве по тротуару, где движение было запрещено, и причинила телесные повреждения человеку, то ей полагается уголовная ответственность по 291 статье Уголовного кодекса. Как результат, водитель самоката получает обвинительный приговор, получает судимость. В приговоре указано наказание 1 год лишения свободы, но справедливости ради нужно сказать, что условно, то есть это нереальный срок, человек на зону не пошел. Помимо этого, водитель электросамоката возместил 23 тысячи гривен морального ущерба и 112 тысяч материального ущерба. Как мы видим, легкое, беспечное, обыденное отношение к электросамокату, невоспринятие его как вида транспорта, приводит к достаточно серьезным последствиям. Друзья, сейчас я обращаюсь к тем из вас, у кого уже есть эти электросамокаты, либо кто планирует их приобрести. Пожалуйста, почитайте в полном объеме этот приговор, осознайте мысль, которую суд туда заложил. Электросамокат это вид транспорта, по тротуарам на нем ездить нельзя. И если с вами произойдет что-то на тротуаре, а точнее говоря, вы попадете по сути в ДТП, вы собьете кого-то на электросамокате, то вы будете нести ответственность и даже уголовную ответственность. И можете получить вполне реальный обвинительный приговор, получить судимость и получить дополнительные расходы по возмещению ущерба потерпевшей стороне. Друзья, отнеситесь к этому серьезно, будьте бдительны, не превышайте опять же скорость, как бы это смешно не звучало, но даже на электросамокатах. Всего вам хорошего, удачи, пока!